Ну, об этом говорим далее. С нами на связи Николай Маломуш, генерал армии Украины, экс-руководитель службы внешней разведки. Приветствуем вас, Николай Григорьевич, в эфире телеканала Freedom. Доброе утро. Приветствую, доброе утро. Николай Григорьевич, ну вот вопрос, знаете, да, вопрос первый, вот у нас была новость, что первый танк Leopard 2 уже на территории Польши. А вот просто от вас, вот какой комментарий, да, и когда мы, возможно, увидим, в какое временное такое, знаете, пространство мы можем вложить в будущее поставки, когда стоит ожидать пополнения именно вот этим видом техники? Ну, в первую очередь нужно сказать, что рамштайм, который произошел в последнее время, это, конечно, практически рамштайм. Тот, который отработал и виды вооружения, и графики, и систему обучения. Поэтому мы предлагаем, что на протяжении полутора-двух месяцев мы должны получить не только обещанную технику, но и, конечно, пройти параллельное обучение. И сейчас же на Patriot обучается в США уже две недели, уже в Германии. Соответственно, уже прошел проход обучения на леопардах, на челленджерах, ну и, конечно, ракетных системах. Вот все в соокупности, я по времени вижу, это должен быть именно примерно март, начало апреля, мы получим и технику, вооружение, более высокоточные ракеты, самое главное, большое количество танков. И не только те, которые обещали леопарды, например, челленджеры и абрамсы, но и Т-72, но модернизированы под натовские стандарты. Это 250 примерно штук. Это, конечно, по 320 БТРов, БМП, очень мощных, включая, так сказать, и брельды, которые уничтожают танки, и, конечно, системы Patriot, о которой мы сейчас говорим, которые создадут условия для очень мощной защиты нашего воздушного пространства. Но еще есть SAMS, которые именно так же могут сбивать ракеты, включая К-22. Вот сейчас мы проходим обучение. Я думаю, что от 6 до 10 недель это самый большой лаг часу, который нужно освоить. Теперь еще, скажу по практике, буквально вчера общался с ребятами, которые проводят обучение в США и в Британии. Это на Patriot и на танкам Челленджер-2. Фактически они опережают графики. И на протяжении еще 3-4 недель уже мы освоим первые комплексы Patriot. И на протяжении также примерно 4 недель уже будем иметь возможность управлять и Леопардами, и Челленджер-2. То есть наши бойцы, особенно командиры, сейчас быстро адаптируются к условиям прохода обучения. И я думаю, что примерно 40 тысяч, которые сейчас проводят и тренировку обучения, начиная от Польши, заканчивая США, Канадой, вот в ближайшие месяцы-полтора прибудут уже в Украину с новой техникой вооружения и сформированные новые части. И против воздушной обороны, мощные щиты, и бронетанковые бригады, и, конечно, около 8 механизированных бригад. С учетом того, что именно полиция и нацгвардия готовят еще 8 ударных штурмовых бригад, это будут мощные кулаки не только для обороны, а для мощных наступательных операций по освобождению востока и юга нашего государства. Николай Григорьевич, что таким образом, спасибо, понятное дело, коалиции государств, которые участвуют в собрании на базе Рамштайн, уже не первым, многое другое. Огромное спасибо, говорит Украина, за такие поставки. Но таким образом, тот период, о котором вы говорите, это не попадание в сроки, как мне кажется. Просто потому, что сейчас, возможно, как говорят аналитики военные, разные издания западные, есть окно возможностей для вооруженных сил Украины, пока российские оккупационные войска копят наступательную группировку на определенных направлениях, чтобы в это же время, как говорят иногда военные, под дых дать этой группировке. Украина получит подобное вооружение, как я понимаю, уже после того, как российские оккупационные войска будут проводить определенные наступательные действия. Как говорит Financial Times, на разных направлениях Донбасса, это запад Донбасса, восток. Северо-восток, в том числе, и юг. То есть, не попадают украинские союзники вот так, но возможности. Вам не кажется так? Ну, мы можем отвечать, да, действительно, есть задержка. Это, я говорю, задержка еще с начала войны, особенно последние месяцы. Но, вот крайний Рамштайм, это кардинальное изменение, понимая то, что начинает фаза наступать для решающих битв. То есть, это изменение стратегического хода войны. Это очень мощный удар по агрессору. Конечно, мы хотели быстрее и правильно, чтобы быстрее, пока противник не накопил силы. Но, давайте оценим ситуацию по России. Они там проводят подготовку на 88 учебных центрах, полигонах России и Беларуси. Проводят реабилитацию и деконструкцию, ремонт техники, боеприпасов. Для этого нужно от 4 до 6 месяцев. Уже 2,5 месяца прошло. Вот все говорят о наступлениях буквально за 10 дней, буквально сказали за 24 февраля и тому подобное. Вот сейчас Россия ставит пока локальные задачи. Она не может на 2600 километров начать наступальные операции. Просто нереально. Даже полмиллиона, если было бы, нет. Но их сейчас даже нет, 300 тысяч готовы. Есть несколько профессиональных подразделений. Это бригады, дивизии, около 30-40 тысяч, которые сейчас будут выполнять указание Прямовского Путина захватить Донбасс. Это 6 направлений, как мы говорим. Это Бахмут, это Авдеевка, это Улгайдар, это Новопавловка, это, конечно, Суатова Кременная. Ну и, возможно, какие-то определенные действия на запорожском направлении. Даже здесь, это 800 километров, начать масштабное наступление, там, 30-40 тысяч, невозможно. Поэтому концентрация в эти дни, как говорят о наступлениях, и всех пугают уже всю Украину, будет только на Донецком, частично Луганском направлении. Там, где они могут пытаться пробивать и выполнить указание Путина до 1 марта или до 1 апреля. То есть, есть разные модели, которые получил Герасимов от Путина, чтобы захватить Донбасс. И, как я скажу, отчитаться, что на 24 февраля они выполнили сверхзадачу, первую спецоперацию, в кавычках беру, захватили Донбасс. Вот это сейчас задача номер один. Поэтому все силы и основные средства, и очень тяжелые бои будут там. Мы же понимаем эту ситуацию, отслеживаем все движения, готовим и контрударь резервы. А теперь вот та модель, которую вы сказали, в отношении готовности глобальной. В России, примерно, нужно до начала лета только сформировать большие резервы, 250-300 тысяч, провести ремонт, реабилитацию техники и тысячи таких старых танков, которые есть. К этому времени мы имеем 2-3 месяца. Это плюс, и мы раньше готовы к масштабным операциям. Уничтожение резервов на подходах еще за счет полученной техники. Теперь особо подчеркиваю, массовое получение боеприпасов, ракет, снарядов, дальнебольных мин и тому подобных, которые будут уничтожать на подходах. Самая эффективная борьба с противниками, с резервами, когда уничтожают, когда они движутся на поездах, колоннах, автоколоннах, по суходолу, как мы говорим, по морю. Вот когда они еще не пришли на фронт. Вот это очень мощные удары, привозят панику, оголяют их фронт, который там находится на передке. И, конечно, это предпосылки их тогда уничтожения и наступальных операций. Поэтому сейчас время играет против нас. Нам нужно быстрее это делать. И поэтому союзники понимают, и я четко скажу, как раз март, май месяц, это наше время. Вот тут мы должны сформировать силы, провести обучение, провести сражение и к этому времени разработать те операции, которые позволят перейти к тактике обороны и наступления, к стратегии. И на востоке, возможно, по Луганскому направлению ударить по Луганскому и удары с тыла по Донецкому группе революционного и, конечно, Южное. А это может порушить фронт и вызвать вал их, так сказать, вступления. Это аж движение к Крыму. Вот такой формат сегодня предполагается четко. Но это дело конкретики командования, которые сейчас оценивают силы и возможности. Но 2-3 месяца, я думаю, что будут решающие для первой фазы наступательных операций Украины. И не позволят еще зонировать большие силы России, о которых все говорят, что пойдет вал. Не пойдет еще 2 месяца, примерно 3, большой вал, потому что нет системной готовности российских войск и особенно техники боеприпасов, которые они сейчас накапливают. Даже по концепции Минобороны России для того, чтобы провести какие-то операции, нужно от 6 до 12 месяцев. Вот сейчас мы в рамках этого срока должны действовать нашими эффективными средствами и особо мощными инновационными моделями. Мы имеем преимущество на порядок сейчас выше. Получаем вот эту технику, которая сейчас и боеприпасы, и особенно... Николай Григорьевич, я единственное, что уточню... Николай Григорьевич, смотрите, я уточняю, еще раз хочу на этом акцентировать внимание. Вы об этом говорили, что украинским войскам нужно определенное... Военным нужно определенное время для прохождения обучения на новых системах. В особенности это Абрамс, пока еще вообще не говорится, когда это обучение пойдет, но тем не менее. Леопарды уже... Не знаю, можно ли это говорить или нет. Давайте закроем тогда эту тему леопардов. Скажем так, проходит процесс, вот так это назову сейчас, проходит процесс украинской подготовки украинских военнослужащих. Некоторые аналитики, как украинские, так и западные, говорят, что часть техники, которую передаются, о которых говорили на Рамштайне, о которых говорят в Соединенных Штатах Америки, станет техникой обороны, но не техникой наступления. И как раз все это вкладывается в концепцию долгого процесса поступления Украине в западные техники. Вы согласны с такой концепцией? Практически не согласен. Это комплексное использование техники и вооружения. Это танков, ракетных систем, новых, так сказать, и боеприпасов, которые поступают и будут поступать. Мы должны сейчас защитить приоритетное направление, как говорят, Донбасс, Луганск, Запорожье. И параллельно подготовить неожиданно контрудары. И вот эта техника должна использовать для техники уничтожения резервов и техники, и как раз системы прорыва. Это то, что сейчас дает перспективу. Враг не ожидает таких действий. Тут самое главное правильно спланировать операцию и комплексно задействовать силы и средства, которые мы получим. Это возможные удары с тыла, с фланга, проведение диверсионных операций, уничтожение резервов параллельно. Это одно момент. И мощное наступление. Вот это перспектива. И не нужно смотреть, что это техника или обороны, или прорыва. Она комплексная. Она может использоваться и в том формате, и в другом. А если мы спланируем уже освобождение территории, это будет мощная техника и вооружение, которое позволит нам уничтожить все резервы и новейшие средства, которые сейчас поступают именно на вооружение Российской Федерации. Их еще мало. И это, конечно, создает условия для широкомасштабных наступательных операций. Они держат только определенные укрепрайоны. Вот, например, там или, мы говорим, Донецк, например, или, там, например, там, укрепляют различные сооружения. Мы можем проходить с флангом, наносить удары по этому группу выигрывания, или их обходить, брать в окружение. Но это сейчас, конечно, возможно. Но для того, чтобы это было системно, масштабно и гарантированно победа, это, конечно, нужно, чтобы за два месяца мы получили все то, что необходимо для системных, продолжительных наступательных операций. Не только торгиевского уровня, страдийского уровня. Это перспектива, еще раз, скажем, освобождения юга и востока Украины. Это то, что именно порушит всю систему и режим даже Путина. Вот так это будет действовать эффективно. Если мы втянемся вот у концепции затяжных войн, это будет долго. Это будет полгода, год. Нам придется тяжело их отбивать, врезаться оборону, проводить тактические наступательные операции. Тоже есть этот сценарий. Но он сложный, он тяжелый, он, конечно, жертвен. Смотрите, Николай Григорьевич. Говоря о помощи Запада, о ней вчера говорил и глава Минобороны Украины Алексей Резников, который сказал о том, что вот в очередном собрании в рамках Рамштайна, который, как мы ожидаем, пройдет 14 февраля, как раз вот страны и озвучат свою конкретную позицию по поводу и танковой помощи для нашей страны. Он сказал о том, что пока не буду называть какие-то конкретные государства, все мы узнаем в свое время. Но все же он сказал о том, что будет позитивно решаться и вопрос с истребителями. Что он сказал? Он сказал о том, что, ну, хорошими новостями, да, он поделился, что сегодня в плане получения оружия мы получили все или получим, остались только самолеты. Как отметил Резников, могу добавить оптимизма, самолеты тоже будут, вопрос просто какие. А в каких временных рамках решается вот этот вопрос? Вопрос истребителей, вопрос авиаподдержки, давайте это так назовем. Вот какие ваши ожидания, в какие сроки можем уложиться? Понятно, что работая над этим постоянно. Ну, в первую очередь, мы как-то относимся только к получению отдельных катерий F-15, F-16, но вот точно по танкам. Мы сегодня получаем десятки, возможно, сотни танков Т-72. Уж сегодня, которые не нужно обучаться, которые сейчас поступают на фронт. Это и Резников сказал. А дальше леопарды, абрансы, челленджеры и тому подобное. Точно так же мы сегодня готовы получать и будем получать самолеты советского производства, которые находятся в странах Восточной Европы. Например, МиГ-29 и другие. Это то, что сейчас быстро осваиваемо и фактически выступает в стройной протяжении недель. И параллельно мы ведем переговоры о разных трех типах самолетов. Не только F-16 и F-15, но и другие типы, которые могут именно сейчас активно использовать для не только обороны, нанесения определенных ударов по объектам тактического уровня, но и нанесения в страдеевском уровне. Это по ракетным базам, это по аэродромам, это по морским целям. Поэтому поэтапно идет. Именно сейчас авиация тоже поступает и переговоры идут к тому, чтобы получить еще и новейшие виды вооружения, особенно авиационной техники, самолетов, вертолетов, которые, я думаю, что на протяжении двух-трех месяцев будут решаться. Но это более по новым самолетам. Например, F-15, F-16 или там французские или британские, которые предполагают, они требуют именно и решения этой проблемы, и, самое главное, обучения. Это непростой этап, потому что они сложны в эксплуатации. Для них необходима и своеобразная, так сказать, модель управления, авионники и, самое главное, аэродромы с полосами. Поэтому это второй этап укрепления наших уроженных сил. Сейчас реально получить более современно модернизированные советские самолеты и второй этап, это, возможно, французские или британские, которые мы оставим на протяжении нескольких месяцев. Вот это то, что сейчас реально. F-15, F-16, это более дальняя перспектива, я думаю, полгода и дальше. Еще один аспект, это, в том числе, о системе ПВО. Говорили мы с вами. Есть информация из Литвы. Там, как, в принципе, местные жители также помогают Украине защищать свою страну. По-другому не скажет. Жители этого государства собрали на покупку системы противовоздушной обороны для Украины 6 миллионов евро. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис в Твиттер. Давайте услышим цитату. В Литве проживает всего 3 миллиона человек, но на этой неделе мы собрали краудфандинг на 6 миллионов евро для покупки систем противовоздушной обороны для Украины. Здесь нет признаков усталости. Мы будем стоять с Украиной до победы. Габриэлиус Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы в Твиттер. Николай Григорьевич, правильно ли я понимаю сейчас, если так тему обобщить немножко противовоздушной обороны, что сейчас акцент в том числе украинских союзников на Западе, он как раз смещается с темы противовоздушной обороны Украины на конкретно тему БМП, танковой техники, самолетов, необходимых Украине и многого другого. Связано ли это с тем, что вооруженные силы Российской Федерации постепенно уменьшают количество обстрелов? Либо же то, что украинская система ПВО, она становится, ну, не то чтобы идеальных. Идеальных систем ПВО, к сожалению, не существует, но близкой к этому. Мы просто сместили немножко акценты, потому что готовимся к наступающей операции России. Для этого нужна именно очень эффективная и бронетехника, и ракетная система. И не меряем, прямо скажем, миллионы видов и ракет, и снарядов. Они сотни тысяч, как раньше поступали, и мы их будем получать. Это первый акцент. Но с другой стороны мы, конечно, не оставляем систему защиты и мирного населения, и в целом страны, и конкретно наших войск. Поэтому не только патриоты, например, самцы и другие средства, например, передают уже итальянско-французские, очень эффективная система, испанские, британские дополнительно. То есть мы формируем дополнительно мощную систему ПВО. Мы сейчас не акцентируем инфрационно, но она создается дальше. Мы получаем еще новые населения, например, и Канада получила, и Нидерланды еще подставляют. Уже ведем переговоры, например, с Израилем в отношении железного купола. То есть эту тему никто не забросит. Она параллельно с поставкой ударной техники вооружения к боеприпасу стоит на порядке дня номер один. Потому что нужно защитить надежно. Конечно, Россия исчерпала большой запас. Сейчас накапливают новые силы. Поэтому очень опасные будут еще периоды. И нам нужно быть готовы к любым форматам действий и баллистейских ракет, и дронам Камикадзе. И уже заключили соглашение Россия и Иран на производство на территории России шахедов модернизированных. Это еще одна проблема. То есть у нас проблема ПВО будет постоянная. И сейчас она идет по нарастающей. Я думаю, будет многоэшелонованная система. И в ближайшие месяцы буквально будет насколько эффективно, что я думаю, что 90-95% мы должны сбивать любых средств. И баллистейских ракет, включая К-22, который ударил по Днепру, принес большие жертвы, как террористический акт. И включая дроны Камикадзе, которые будет делать Россия на технологиях Ирана. Еще надо, знаете, возможно будет делать, если у них вот эта история с сотрудничеством как-то будет развиваться. Да. Хотел бы напоследок с вами обсудить еще одну позицию. Она о том, что международным партнерам следует увеличить объем огневой помощи для Украины, чтобы война, развязанная Россией, не перешла в длительную фазу. Об этом заявил специальный советник главокомандующего ВСУ Дэн Райс в интервью Украинформу. Давайте услышим эту позицию. Война уже погрязла в артиллерийской дуэли. Это война на истощение. Вот почему Запад должен немедленно увеличить объем огневой помощи, преимущественно с дальнобойными ракетами. Пока в Украине существует российская линия фронта, она должна находиться под огненным натиском наиболее смертоносного конвенционного оружия, которое может предоставить Запад. И это Дипикм и Атакмс. Дэн Райс, специальный советник главнокомандующего ВСУ в интервью Украинформу. Который не будет приводить к определенной эскалации. Потому что вот эта боязнь, вот эта история еще до сих пор присутствует в головах определенных западных политиков. Вот Запад готов играть в долгую? Или все-таки он смотрит на вещи иначе? Вот для Запада, возможно, 23-й год, он не станет годом таких переломных моментов, которые развернут ситуацию абсолютно в другую сторону и приведут к поражению непосредственному Российской Федерации. Мы общаемся именно с политиками США, Британии, например, или Европейского Союза, особенно НАТО. Да, действительно чувствуем готовность к нашей поддержке. Вот в практической плоскости они часто остерегаются. Возможно, из калации напряженности, возможно, в глобальной конфронтации России и НАТО, особенно на уровне ядерных потенциалов. Поэтому именно есть какие-то, как они говорят, красные линии, которые все время опускаются. То есть то они не поставляют танки, то дальнебольную артиллерию, то сейчас самолеты. То есть как бы ограничения есть. С другой стороны, конечно, они хотели бы более эффективное действие Украины с их поддержкой для того, чтобы мы победили врага. Но есть заинтересованные определенные политические круги и даже военные, которые говорят, что да, играть долго, это поможет обескроить Россию надолго. То есть санкции, война, исчепывание ресурсов, конечно, очень мощное действие коалиции по разным фронтам. Это ослабит насколько, что Россия распадется. Вот такой формат затяжной войны к нам как раз не подходит. Он очень жертвенный, поэтому мы настроены на то, чтобы поставлены и силы и средства, и особенно дальнебольные артиллерии, боеприпасы, ракетные системы, которые могли бы уничтожать в первую очередь резервы. Я подчеркиваю, потому что это самая эффективная модель уничтожения вот этого потенциала России на том, что они делают сейчас основную ставку. Когда они подготовят все резервы и живой силы, танки, БТРы, ракетные системы, их нужно уничтожать на минимум хотя бы 150-100 километров, 80 километров. И атаканцы, например, если нет, альтернатива сейчас уже согласована другими типами ракет. Это и Хаймерсома, это 270-ки, но их должны быть сотни. Для того, чтобы создать мощный щит, вал, и уничтожая резервы, это будет еще более эффективно, чем освобождение Херсона. Когда они потеряли поддержку и поставки именно боеприпасов, техники, других видов поддержки, это то, что создает мощную модель именно преград вот этих всех сил, которые находятся на переднем крае. И это, конечно, предпосылка их уничтожать, брать плен и создавать панику. Вот такая модель сегодня должна быть на основе высокоточной техники и вооружения, особенно боеприпасов, которые должны быть, я еще раз подчеркиваю, не сотни тысяч, а миллионы. И это уже на Рейнштайне принято решение. Поставка и с Южной Кореи, и даже с Израиля, с Австралии, я уже не говорю, стран НАТО, европейского, так сказать, континента, США, Канады, то есть собираются по всему миру, запускаются новые производства, новые заводы Франции. То есть это предполагается и эффективная поддержка в ближайшие месяцы, ну и, конечно, рассматривается вариант и в долгую. То есть они этот сценарий рассматривают. Некоторые генералы, даже генерал Миллер, говорят, что это будет долго. Мы с этим не соглашаемся. Мы говорим о том, что сейчас наступает решающий период, это весна-лета. И в этот период мы должны провести основные стратегические наступательные операции и освободить восток и юг нашего государства окончательно. И в перспективе посмотреть, как мы будем освобождать Крым. Григорьевич, вам спасибо огромное. Благодарим. Всегда вам рады в нашем эфире. Я напомню, что Николай Маломуш был с нами на связи, генерал армии Украины, экс-командующий службы внешней разведки. Короткая пауза и возвращаемся в эфир «Фридом». Продолжение следует...